Ты вроде всех переборол. Значит, можно побороться, когда захочешь. Ты ведьмак, я наёмник. Никто из нас не станет бороться за даром. Ясен пень. Всем привет! С вами снова я, Иван, с Усанином и с Геральдом. Решили сегодня поворотся на руках довольно успешно. Делаем это. Почему за 100 арендов это всё не сделать? Э? Согласен? Я готов. Давай. Приступим. Так, 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 так. Сила есть, ума не надо, так. Так, чуть-чуть, чуть-чуть, немножко, давай, 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 давай. Отлично, ну вот и победа. Если б тот нильфгардский солдафон был таким же крепким, как ты, от Адама Панграта сейчас осталась бы куча белых костей. Да-да. На твоё счастье, с ставкой были только деньги. Если кто тебя и сможет побороть, то только нума. Что за нума? Цирковой силач. Его прозвали Могучим Нумой. Он жмёт, как тиски. Но, говорят, жульничает. Даже так? Как? Вроде принимает там какие-то специальные эликсиры, только доказательств никаких нет. Угу. Может, и с ним когда-нибудь сойдусь. Да, это точно. Ты-то лучше других поймёшь, что он использует. Силу мышц или зелья. Наверное, да. Ну что, сегодня мы закончили это задание. Отлично! По всей вероятности, у меня заданий больше не осталось в лагере. Ну, если только просто погулять немножко. На самом деле, вот эти все задания, которые у меня есть, да, вот память старых лет, возвращение памяти, убийцы королей. Вот эти вот все задания. В общем-то, надо закончить все задачи и потом уже идти в вечный бой. Это последнее будет задание. У меня оставшиеся. Остальные я все сделал. Для этого что нужно сделать? Наверное, нужно обойти всё в лагере. Ещё раз попробовать, подумать, пообщаться со всеми... Так, с этим я говорил только что. Со всеми представителями уже потом отправляться на вечный бой. Я думаю, вечный бой будет очень важен. Смотрим, что тут у нас. Так, вот это что за записка? Нет, это не записка. Я думал, это записка лежит. Ну, давайте будем использовать, как всегда. Так. В сундуке. Не ахти, что интересно. А ренты. А ренты никогда не будут лишними. Тем более 49. Да, отлично. Пойдём, сходим к Хенсельту, может быть. Я не знаю, к Дэтмальду. В общем-то, я даже не представляю, что можно ещё тут сделать. Что я ещё, может быть, тут ещё подзабыл. Сделать такое, что можно было бы для завершения. Да, кстати, нужно ещё уровень повысить. У меня такая возможность появилась сейчас. Эта возможность у нас, опять же, идёт в режиме персонажа. Смотрим. Талант. 24 уровень уже. Офигеть. Так, что будем делать? Алхимия. Бой. Мечами. Обучение я полностью прошёл. Магия. Всё-таки, мне кажется, нужно прокачивать ещё бой. Пытаться, по крайней мере. Так, секунду. Сейчас проверим, что мы тут можем... Так, снижение урона плюс 5. Дальше вот это что у нас? Затраты энергии на блоке минус 25. Вот это хорошее дело. А вот это что? Здоровье плюс 25%. Хм. Хорошие задачи такие у нас. Интересно, да? Блин, что бы лучше выбрать? Давайте затраты энергии на блок. Нет, не буду. Давайте вот этот вот. Да. Вот этот уровень прокачаем. Думаю, будет более-менее нормально. Отлично. Так, ну давайте походим по лагерю Хенсельта. И уже точно убедимся, что я ещё не успел таки сделать такого, чтобы было необходимо. Может быть, сходим всё-таки, попробуем зайти в шатёр к королю, если меня пусть оттуда. Мечи довольно прикольные. А если я это всё возьму? Никто не будет против? Я думаю, не будет. Перевеса не было. По-моему, не будет перевеса. Так, а тут что у нас? Сундучки. Ещё аренды. Сколько там, интересно? Ещё три аренды. Ладно. За тремя арендами лезть в чужой сундук, я думаю, не стоит. Хорошо, посмотрим, куда нас пустят сегодня. Можно? Я рад, что можно. А короля, кстати, нету. А где король у нас? Король, ты где? Короля здесь нету. А я думал, он на месте. Шатёр короля-то, наверное, не этот. А может и этот. Короля-то нету? Значит, придётся выполнять что-то другое. Хорошо, пойдём пообщаемся тогда с Дэтмальдом. Просто других вариантов нету. Я смотрю, у Дэтмальда гораздо лучше шатёр, чем у... Это ты мне? Чем у короля. Ты говорил с королём? Ты поговорил с королём? Он особенно обрадовался тому, что его можно отсечь от проклятия. Ну, это и главное. Вот и хорошо. Мне понадобится медальон жреца Креста. Да-да-да. А я слышу. Он ничего. И его можно понять. Я уже дал. Ох, дед. Взял. Я-то как раз не боюсь. Я знаю зачем. Ладно, это я уже слышал. Ты узнал что-нибудь новое о проклятии? Ты узнал что-нибудь о проклятии? По ту сторону мглы тоже есть чародей. Он пробует... Так, это я уже слышал. Хорошо. Значит, нам нужно идти во мглу. Вполне возможно, это и будет наша главная задача сейчас. Дойти до... Этого самого... До мглы. Зайти во мглу. И определиться уже окончательно. Короля действительно нету где-то. Может, его нужно поискать? Я что-то даже... Даже не знаю, как бы. Король! Ну, здесь-то его, конечно, нету, потому что... Его надо искать там, где охрана. 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 Встает охрана. Так. Есть что интересное у вас тут еще, друзья мои. Нижний лагерь. С Одрином я, конечно же, к сожалению, не выполнил задания. Ну, да ничего страшного. Задолбали орать. Посмотрим, посмотрим. С кем можно пообщаться? Обух. Приветствую. Станцуем. О! Лютик! Вот ты где. Я тебя потерял. А что ты знаешь сейчас о времени и о битве, которая была три года назад? Я у тебя спрашиваю. Лагерь Хенсельта бурлит от сплетен о событиях трехлетней давности. Кто бы сомневался. Если чародейку сжигают на костре, сплетни потом рождаются, как бастарды упохотливые. Я понимаю, что для тебя чародейки это приложение к ядреным сиськам. Но мне все-таки интересно, что ты думаешь о Сабрине? Они жалуются, что их не ценят, что их преследуют. Но я тебе скажу, Геральт, кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Если бы они не мутили в воду, их никто на кострах бы не сжигал. Они причитают, что на Танаде случились страшные вещи, что разрушен мировой порядок. А я вот спрашиваю, кто до этого довел, если не они сами и не их козни? Я помню, как гнался за дикой охотой. Я вспоминаю все больше и больше. Пока это только небольшие фрагменты, но они понемногу складываются в единое целое. Что ты вспомнил? Путешествия. Нескончаемый поход на юг. Я шел за Йеннифер. За дикой охотой. Не помню, долго ли. Было холодно. В деревнях, которые я проходил по дороге, жили только старики и старухи. Они не говорили, что стало с молодыми, с детьми. Я прижал одного старика, и он начал твердить что-то о волках, о гнельцах и утопцах. И никто не хотел говорить о дикой охоте. Ты догнал всадников? Не знаю. Что ты будешь делать? Искать дальше. Ты говорил, что существуют эльфские поэмы о дикой охоте. Я говорил, что они могут существовать. Причем старые, если сохранились. Я их не знаю. Но попробуй поискать. Вдруг найдешь что-то стоящее. Да уж. Я нашел поэму «Песнь охоты». Я нашел поэму «Песнь охоты». Да ты шутишь. Нет. Ее написал эльфский ученый. И что он там накалякал? Гораздо больше, чем я смог понять. Что, по-твоему, значит фраза? Отражение зеркальное, без сердец и без разума. Миры изводят во имя тех, что кровь на крови сберегли, и безудержной алчностью сыты. Бессердец имеется в виду жестокость. Но почему отражения зеркальные? Вероятно, жестокие всадники охоты на кого-то очень похожи. В зеркале они могут быть похожи только на самих себя. Не обязательно. Это может быть и более глубокая метафора. Во всяком случае, ими командует кто-то, кто питается безудержной алчностью. Наверное, это какой-то тиран. Я уверен, что за этими мудреными строками скрыта истина. Интересно, почему эльфы больше интересуются дикой охотой, чем люди? Я нашел записки исследователя охоты еще. Я нашел записки Мортена Колеса. Это ученый, который занимался дикой охотой. Да что ты говоришь? Это очень интересно. И что же он там написал? Дикая охота движется по ортогональным траекториям, совпадающим с направлением. Лютик, ты спишь? Прости, но как только я слышу про траектории и что-то там, меня сразу клонит в сон. О поэмах я с тобой с удовольствием поговорю. Но вот научные студии... Молодец. Ладно, прощай. Мне кажется, я найду... Вместе с воспоминаниями ко мне возвращаются прежние чувства. Я знаю, что Йеннифер жива, и однажды я найду ее. Трис, Йеннифер, ну и жизнь у тебя. Во-первых, я не уверен, что Йеннифер жива. Во-вторых, я понятия не имею, жива ли Трис. Факт? Вроде у тебя их две, а на деле не одной. Они и так просто не сдадутся. Они живы. Как только разберусь с убийцей, я найду Трис. А Йеннифер? Не знаю. Сначала я должен с ней встретиться. Прощай. Интересно было с тобой пообщаться, конечно, узнать новые подробности. Сейчас просто побегаем еще по лагерю, посмотрим, может что-то интересное найдем. Так, а тут что у нас? Нет, двери закрыты. Смотри, он рыбу ловит. Ха-ха, офигеть. Ну, по всей вероятности, по-моему, решение принято. Мы сделали все основные задания. Я не знаю, я тут побегал еще, посмотрел. В общем-то, ничего больше нового он не нашел интересного. Так что, думается, мне пора принять битву. Давай, сражаться. Надеюсь, все задания выполнены. Вперед. 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 О! Тепло. Хорошая осень. Антоновка подоспела. Эх, не нам ее срывать. Сейчас будете враждеголовы срывать. Ну, чего мы ждем? Айда резать каэдвенских сук. Еще не время. Иногда я и не помню, за что мы сражаемся. Могучие короли без войн никак обойтись не могут. Так пускай бы Димовент с Хенсельтом на твердой земле сошлись. И решили бы все, что нужно. Обычно так не происходит. Мой Шурин родом из каэдвена. Нормальный мужик. Я там бывал как-то на ярмарке. Товар мне продали хороший, да и подешевле, чем у нас. Заткните глотки, мать вашу! Каэдвенцы животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Они пришли сюда грабить и сжечь нашу землю. Так что мы, сами ее отдадим? Вперед, сучья семя! Нет. Ждать сигнала. Хватит медлить! Молчать! Лучники! Стрелы поджигай! Цель с первого! Нас ждет великая битва. Вперед! Хватай вражде знамя! Давай, будем биться. Будем биться в этом доме. Они бьют меня! Давай, сражайся! Бейся, бейся, воин! У них нету шансов. У них нету шансов. Вау! Еще один. Да что ж такое-то? Знамя захватили! Они перестреляют нас, как уток! Не паникуй. Надо предупредить штат. Это засада. Без подкрепления мы не справимся. Я должен их предупредить? Нет! Книжна Десифилис! Давай живо, пока нас не перебили всех до единого! Я не дойду. Это мой первый бой. Я первый раз убил человека. У меня руки в крови. Ну что, вперед! Креться! Стрелись! 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 Вперед! Успей! Успел! Успел! Быстрее! 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 Парень! Стрелись! Секунду! Беги! Молодец, парень! Хорошо работает. Следующий ход. Вперед! Горит! Вперед! Прекратить обстрел! Это наши! Господин генерал, бурая хорубь попала в засаду. Мы не прорвемся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан. Так точно. Должно быть, они выкопали рвы ночью. Днем поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику десять ударов. Глевисик? Каждому третьему повесить. Генерал, нам нужна подмога. Не будет подмоги. Разбирайтесь сами. А ты, Глевисик? С тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражения выигрывают или проигрывают? Полководцы не чарать. Учти, я тоже подам рапорт. И... Разговор окончен, ведьма. Пора побеждать, господа офицеры. Отправляйтесь к своим частям. О, бог ты мой. Мы идем в бой. Великий бой. А вот и Глевисик. Может, ты и окончил разговор, но я еще нет. Наду весь и бег. Женщина. Чем тебе помочь, Сабрина? Мое положение при дворе Хенсельта под угрозой. Кроме того, если Вандергрифт выиграет битву, ничто не помешает Хенсельту захватить верхний Эйддирн. Равновесие сил на севере будет нарушено. Что ты собираешься делать? Я обрушу огонь Мелгора на поле боя. Убью Вандергрифта и ослаблю обе стороны. Применение неконвенционного оружия наказуем? Я понимаю. Гегемония Хенсельта помешает планам ложи. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Да. О, бог ты мой. Все становится сложнее, чем я мог бы себе представить. Это все, на что вы способны? Быстро же вы дохнете. Кто из кейдвенцев выйдет против Сельдкерга из Гулетты? О, господи. Ну что, пришло время атаковать. Точно удары, да? Смотри, как легко. Он справляется вообще без проблем. Интересный бой. Но не для всех. Кому-то он не причиняет даже боли. Вперед. Он сделал меня. Ни капли потери крови. Как призрак может потерять кровь, да? На самом деле, подумайте. Тебя ждет смерть. Кэдвин. Генерал. О, бог ты мой. Э-э-э. 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 Проблема самая великая. Геральт, давай. Ты справишься с этим. Домоправитель. Я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать в Андергрифта на поединок. Он тебя убьет. Зельдкерк не боится смерти. Я вижу. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди, это работа не для рыцаря, а для ведьмака. Тоже верно. Я делаю это ради моих людей. Вперед. На вечный бой. Сейчас нельзя сохраняться. Плохо, блин. Плохо. Иди сюда. Этот бой будет моим. Тут даже сомнений быть не может. Он даже не конкурент мне. И то слово. У него сил не хватит. Я что-то пропустил? Видимо, да. Я что-то пропустил. Так, подожди. Мне надо не сюда. Мне нужно сражиться здесь. Что нужно сделать? Что я должен сделать? Почему я не могу победить? Что-то не то творится. Ей богу. Я не скажу, что бой будет очень легким. Этот бой просто кошмар какой. Как? Что нужно делать? Но я пытаюсь пока именно таким образом, бегая тут, преодолеть его. Я не знаю, у него хватит сил? Долго еще нет? Атаковать меня. Но у него кончится рано или поздно его запас магии. Но я надеюсь, что моей магии не кончится. Вот он действует двумя заклинаниями, которые разрушают все вокруг. И у меня на это нет аргументов в сопротивлении этого. Приходится только бегать, больше ничего. Я меняю периодически знаки. Но, в общем-то, пока это ничего мне не дает. Я знаю, что Клен помогает. Единственный знак, который пока меня выручает, это вот именно Клен. То есть, знак, который возрождает мне, восстанавливает мне здоровье. Я буду ждать момента, когда я заполнюсь. Воу! Он опять здесь! Сдохни! Когда у меня наполнится дверь, и опять, видите, второй трабушер и лучники. Вот двумя он делает, атакует меня. Двумя видами у меня оружием. На самом деле, я даже не знаю, как... Лучники! Лучники! Вообще классно. Приходится вот только вот так вот. Избегать этого. Но я надеюсь, я этого генерала все-таки смогу с К-1. Вон он! Победить! Сейчас немножко запасусь силами, да? Немножко еще. И попробую его атаковать еще раз. Он атакует меня! Он за мной бегает, смотрите. Очень громко и видно это все. Остановится сейчас здоровье, и можно будет заняться. Выручай! 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 Что-то медленно как-то... Медленно у меня восстанавливается... Где он? Вон он! Блин, опять разбушает. Вот проблема! Проблема! Сейчас надо бежать к нему срочно. Сейчас я его буду громить по мере возможности. Все. Ну, новая атака. Давай, пробуем. У него уменьшается. У него уменьшается жизнь. Потихоньку. Уходим, 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 уходим отсюда. Уходим. Уходим. Мне нужно от него бежать. В жизни восстанавливается очень медленно, но я его так и поведем. Я смогу его выиграть. Я думаю, вот так вот, бегая от него, только таким способом, видимо, можно его одолеть. Ну, по крайней мере, я знаю, как это такое способом, естественно. Я не смотрел, как проходили, может быть, другие люди этого босса уровня Кейрона, да? Вы знаете, что Кейрон довольно опасен был. Но этот тоже парень довольно серьезен. Блин. Тоже, видите, не лаком шит. У меня здоровье от попадания, от крови тоже, от крови говорю, от огня убавляется. Вот лучники, они тоже довольно опасные, огненные. Я думаю, что только Квен может мне помочь. Сейчас я буду атаковать его. Тебе не помогут? Блин, помогут. Вау, он сильно бьет. Отходим, отходим. Лучники. Лучники это нехорошо. Ну, у него птихунь добавляется здоровье, это меня радует. Все-таки концентрируемся сейчас более-менее нормально. И вот только так, я думаю, смогу я победить его. Ну, пока вроде ничего. Пока все справляюсь. Здоровье, конечно, не очень у меня. Оставляет желать лучшего. Он еще одну атаку на меня. Ну, вот тоже плохая атака, блин. На самом деле, вот такая вот накроет, будет неприятно. Тебе бушает. Медленно она прибавляется. Ведь пока работа. Так, ну вот. Я думаю, что сейчас хороший шанс. Атаковать его. Почему не могу атаковать? О, он меня ударил. Я его тоже бью. Немножко. Конечно, не ахти как. Все-таки удары проходят. Он тоже не справляется. Ему тоже не нравится это. Ему тоже не нравится этот удар. Давай, 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 давай. Геральт, Геральт. А, боишься? Я вижу, что ты боишься. Эти удары тоже не для тебя. Тебе тоже это не нравится. Смотрите, как он... Блин, смотрите, что он делает, а. Бей его, бей, Геральт. Давай. Не, пора уходить отсюда. Короче. Воу. Уходим, уходим, Геральт. Все, все, все. Уходим, 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 уходим. Здоровья не купишь. Надо потихоньку все-таки... Лучники! Да, видите, лучники. Опять вызывают лучников. Ну, смотрите, у него потихоньку убавляется здоровье. Все равно потихоньку, потихоньку, помаленько, и я все равно выиграю. Этот бой, я надеюсь на это очень сильно. Очень сильно на это надеюсь. Сложный бой. Может быть, я немножко неправильно делаю. Может быть, я не знаю каких-то особенностей. Особенностей... Тонкостей. Но я точно знаю, что... Таким способом, в принципе, можно... Победить. Посмотри, он бежит за мной! Не дам ему, не дам. Ну давай! Этого делать нельзя! Я думал, воины будут мешать. Нет, они не мешают. Вообще не мешают. В огонь, в огонь нельзя! В огонь нельзя, потому что, блин, это очень плохо. Кончается со здоровьем. Я тоже не сразу это все просек. Как бы бегал, бегал. Тут не особо как-то убавляет, прибавляется здоровье. Так, лучники это нехорошо. Давай-ка побегаем. От этих самых лучников. Фу, как-то не ахти, как... Мое здоровье... Не ахти, как я справляюсь с этим заданием. Победить его. Где он? Он где-то недалеко. Я слышу его. Где-то рядом. Лучники! Лучники, лучники. Лучники, лучники. Да, тут останавливаться нельзя ни на секунду. Только останавливаешься, и лучники начинают тебя громить. Давай, найдем его. Вон он. Он далеко. Ах, он меня ударил. Но я его тоже надеюсь. Я не вижу. Вообще никаких ударов против него не вижу. Что-то не совсем понятно. Ну ладно. Последняя стадия боя. Ах, лишь бы он меня не убил, а. В этой последней стадии. В самый... В самый свой лучший момент, да? Перед своей смертью. Именно этот момент может оказаться самым кульминационным. То есть обостряется сила противника максимально. То есть он перед смертью может оказаться невероятно силен. Осталось удар или два нанести ему. И на этом, думаю, это у меня все. Забегал я тут его вообще. Устал я тут бегать на самом деле. Задача не из легких. Может быть как-нибудь проще можно было это сделать, задание. Но мы, как естественно, понятно, легких людей не ищем. Все делаем по старинке, как есть. Осталось чуть-чуть вот его... Хочется жизнь все-таки восстановить. Мало ли, всякое может случиться. Могу промазать. Могу не попасть. Так что... Давайте лучше восстановим для начала жизнь полностью и на этом похороним этого парня. Где он, кстати? Он где-то рядом, сзади, наверное, со спины вполне возможно. Потому что он где-то близко чувствует, что он где-то близко. Атакует. Еще один удар ему. Пожалуй, все. Сидел бы лучше дома, Вандергрифт. Проклятые маги! Обидно умирать после такой победы! Это танцервиль. Он ей что против чар поделаешь? Это чародейский кран. Нечистый огонь. Горе нам! Зачем они это делают? Как гласит пророчество. Придет час, когда чародейки обратятся против людей. А огненные шары падут с небес. И свершится гибель. Сделать-то что? Смерти ждать? Я выведу вас. Проквастый выводит стадо в безопасное место из мрака отчаяния. Я помню это. И что нужно делать? Следующий шаг какой-нибудь? Победить карьеринский полководца. О, боже мой. О! Сейчас что делать? Вести их за собой? А куда вести-то, блин? О! Они же меня убьют, если так я буду идти. На самом деле... Да что ж такое-то, а? О, бог ты мой. Уходим, уходим отсюда. Если нам повезет, мы уйдем. Бежим, 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 бежим. Осталось немножко. Путь наш близок. Осталось чуть-чуть. Вот он, выход. Идите за мной, ребята. Прекратите это! Наши люди гибнут! Это убийство! Спаси нас, государь! Сабрина, это твоих рук дело? Да. Велите трубить атаку, Ваше Величество. Войска Айдирна бегут. Не только Айдирна. Посмотри на этих безумцев. Еще утром они были цветом моего рыцарства. Если им дать подкрепление, они справятся. Кто позволил тебе использовать чары? Государь, если вы ударите сейчас, верхний Айдирн будет вашим. Ты запятнала мою честь и обрекла на смерть десятки рыцарей. Государь, битва была проиграна. Ты опозорила меня перед Димовендом. Его бойцы сражались до конца, как подобает людям чести. Я приговариваю тебя к смерти, Сабрина Глевисик. Ты будешь сожжена на костре. Я еще вернусь сюда и возьму свое. Ой, точно, это же Сабрина Глевисик. Я чуть-чуть ее попутал. Да и Танцервиль вообще не похожа на нее. Ну, чародейки, они на одно лицо, наверное. Двадцать пятое июля семидесятого. Леса Ангрена. Даже ведьмак не сумеет отбить удар, который нанесет ослиск хвостом. И Лето не сумел, но каким-то чудом выжил. Я помог ему. Ведьмаки на пути должны помогать друг другу. С ним были два товарища. Братья ведьмаки из школы змеи. Охота по-прежнему стремилась на юг. И Лето знал, куда именно. Он знал, где закончится скачка. Наконец-то ты проснулся. Где мы? В самом безопасном месте в лагере, дружище. Это бордель? Ага. А как я сюда попал? Как я сюда попал? Я нашел тебя на поле. Ты там валялся без чувств. Мугла. Мугла рассеялась. Исчезла. Три дня назад. Три дня? Я лежал три дня? Три дня? Ты уверен? Угу. За это время Руше уже съездил вглубь Кайдвена с какой-то таинственной миссией и вернулся. Что ты тут делаешь? Ты сюда к шлюхам пришел? Ты шутишь? Верный товарищ еле жив, а я буду развлекаться. Хочу напомнить, что ты сейчас в борделе. Но по служебной надобности. А это не считается. Ко мне возвращается память, Лютик. Седрик был прав. Сила призрачной битвы возвращает память. Перед тобой открылась следующая глава поэмы Геральт из Ривии. Я вспомнил, кто помог мне догнать дикую охоту. Кто? Лето. Убийца Фольтеста. Я спас его от смерти, а он знал, как искать дикую охоту. Но я не помню, спасли мы Йеннифер или нет. Что здесь произошло, пока я был без сознания? О, да много всего. Ты изгнал призрачную мглу, Хенсельд задержал наступление, а Детмульт рехнулся. Детмульт сошел с ума? В каком смысле Детмульт рехнулся? Хенсельд прижал его за то, что тот не рассказал ему о заговоре. Потом еще добавил, потому что колдун не поймал главных заговорщиков. Из-за такого он мог с ума сойти. Детмульт мужик амбициозный. Теперь этот амбициозный мужик хватает всех по малейшему подозрению. Допрашивает, пытает и вешает уже три дня. Словом, делает то, что умеет лучше всего. Что с Хенсельдом? Почему Хенсельд задержал наступление? Дворяне-офицеры хотели получить какие-то гарантии того, что не будет договора с Нильфгардом, и что они получат землю в долине Понтера. И Хенсельд согласился? Да где там? Взбесился, обозвал всех трусами, но с дворянами нельзя не считаться. Три дня подряд торговались. В результате он убедил большую часть армии, что-то там кому-то пообещал, и двинулся на Верген. Битва, должно быть, уже началась. Кто руководит заговором? Известно, кто стоит за заговором. Кто предводитель? Арестовали Брикфельта, Керима Искайнгорна и Гуннера Блекенхеви со всей свитой. И никто ничего не знает. А я знаю, где найти главу заговора. Как это? Как всегда, да. Я всегда говорил, что бордель — это лучшее место под солнцем. Тут можно не только... Не тяни, Лютик. Я подслушал разговор свистушки Зоси. Пусть тебя не обманывает ее прозвище. Это прекрасное... К делу. Не знаю, с кем она разговаривала. Я не видел его лица, зато слышал, что он сказал. Шеф передаст указания. Сегодня в доме над обрывом. Лютик. Вот еще что. А? Твои памфлеты. Если Детмальд узнает, ты прав. Нам надо уносить отсюда ноги. Тебе надо уносить ноги. И быстро. Я не оставлю тебя, Геральд. Нас ждут приключения. Вот-вот падут целые королевства. Будет о чем слагать баллады. Лютик, холера. Игры кончились, ты что не понял? Если Детмальд до тебя доберется, ляг на дно где-нибудь подальше от долины Понтера. Ну ладно. Я сделаю это только для тебя. Съезжу в Оксенфурт, передам привет общим знакомым. А когда весь этот скандал утихнет, я тебя найду. Кто бы сомневался. У нас еще остались неоконченные дела. Ты-то что будешь делать? Найду Шиалу и убийцу королей. Верну себе память. Но прежде всего узнаю, кто стоит за заговором. Есть у меня кое-какие подозрения. Ты думаешь, это Шиала? Уезжай, Лютик. И до встречи, старый друг. Ну вот, на этой приятной ноте, я думаю, мы завершим сегодняшнюю серию. Мы победили невероятно сильного генерала. И мне кажется, в следующей серии будем продолжать. А как вам кажется? М? Пока. Ребята, пока.